книга открытым оком тема богослужения 7 том вопрос 1993 почему не оставляют тела умерших в покое но переносит их показывают то руку то ногу а то лишь фрагменты фалангу пальца народ ходит как на зрелище а вера это прибавляет и людям отвечает игнатий тихон челапкин все это от безверия в бога истинного спасающего всех даром без этих представлений без поиска чудес римлянам 10 17 и так вера отслышание отслышание от слова божия сегодня вся мощь православия в мощах жития святых иоанн поли вот ский 4 декабря тело его доселе сохраняется нетленно в день пятидесятницы всякий раз вынимается она из раки и по облачении в архиерейские одежды сначала переносится к святому престолу и поставляется прямо а потом возводится на горнее место и там она прибывает поддерживаемая двумя иреями все время пока совершается божественная служба борис 2 мая и поставив сначала на украшенные сани которые для всей цели были устроены раку святого бориса повезли ее за санями пошел владимир с благоговением и смирением митрополиты и священники со свечами и кадилами и влекли сани за толстые веревки теснясь и вельможи и все бояре веревки были привязаны с двух сторон за них и влекли честные раки и не было возможно ни идти ни тащить сани вследствие множество людей тогда владимир велел бросать народу деньги меха и ткани виде это часть народа бросилась к ним другие же оставясь и устремились к святым ракам чтобы удостоиться прикосновения к ним мощи святого бориса везли благополучно только от людей была теснота когда же повезли святого глеба рака стала неподвижна потащили ее насильно но веревки оборвались хотя и были так толсты что человек едва мог охватить их обеими руками и оборвались они сразу люди восклицали господи помилуй было же их множество время во всем граде теснились они по заборам и по стенам городским и поднялся от всего народа клик господи помилуй и тотчас двинулась рака сама собою кирилл 11 мая о мощах климента римского по молитвам христиан море отступил назад на три поприща народ как древле израильтяне в черном море в черном море пошел по сухому дну и нашли мраморную гробницу сделанную наподобие церкви и там увидели лежащим святое тело и якорь с которым был потоплен святой христиане намеревали взять оттуда святое тело но вышеупомянутые ученики сподобились получить откровение чтобы святые мощи были оставлены неприкосновенными а что каждый год воспоминания святого моря будет отступать назад на семь дней давая путь желающим поклониться святым мощам сам папа со своим клиром и гражданами с вожженными свечами вышли навстречу святым проповедникам потому что они несли мощи святого климента мученика и папы римского открытые херсонесия михаил 30 сентября мощи святого климента перенесены были в киев не в целом в своем составе потому что часть их еще в 1867 году отнесена была славянским первоучителями святым кириллом и мефодием в рим но большая часть его тело и глава перенесены владимиром киев на благословение себе и на освещение всем людям своим они находились до нашествия татар десятинной церкви игнатий ростовский 28 мая эти две инокини и еще некоторые благочестивые люди которые сподобились откровения божественного видели такое чудо когда честные мощи святителя игнатия были несены к церкви то святитель божий встал из гроба в своем архиерейском облачении пошел по воздуху и стал высоко в воздухе над церковью затем благословил весь народ и весь город потом вошел в пещеру ископанную в земле около жертвенника где был ему приготовлен и гроб это открыл бог инокинем тем а также еще и некоторым благочестивым людям для прославления угодникова своего и в показании всем святость его этим господь показал людям что святитель игнатий заслужил милость от господа и сподобился одинаковой части со святыми около того же времени случилось и другое чудо неркий архимандрит стефан имел со дня рождения своего один палец пригнутыми к ладони когда он прикоснулся к честному телу святителя игнатия тотчас скорченный палец его выпрямился стал здравым как и прочие пальцы иларион великий 21 октября вернувшись из палестины и не найдя своего наставника блаженный исихи много дней рыдал над его гробом он намеревался перенести тело в палестину к братьям но не мог так как все окрестные жители стерегли тело чтобы кто-нибудь не унес их из страны такое сокровище тогда исихи притворился что хочет поселиться на этом месте и сказал пусть я умру и буду погребен здесь вместе с моим отцом поверив ему люди оставили его жить на месте где был погребен святой иларион исихи же по прошествии десяти месяцев открыл гроб преподобного и увидел святое тело его как бы только что умершие светлые лицом и благоухающие он взял его и тайно ушел в палестину филофей 15 сентября достигший совершенного возраста он ступил в брак и имел детей затем он удостоился получить священный сан когда прошел год после его кончины и верующие хотели перенести его мощи на другое место тогда святой как бы живой протянул руку и взял за плечи двух иереев которые несли его тело стал и сделал три шага его снова положили на том же месте где его святые мощи стали источать обильные мира стихотворение иоанн креститель в иордане он крестил того что был еще неведом медленно выходит из тумана царство это тронутая светом а за ним оливковая роща облака на голубой вершине в те года все было много проще и понятнее и с ней чем ныне в м василенко 1976 год